Девушки отдыхают Это про то, что что-то спрятано в глубинах Саартала, что-то, за что воевали люди и меры, нужно бы ее перечитать. Не помню подробностей. Я просто не могу оторваться. Что бы это ни было, оно красивее всего, что я видел в жизни. Если позволишь мне слегка отвлечься, я думаю, я смогу сделать несколько наблюдений. Уверен, вы уже заметили эти символы. Они совершенно отличаются от всего, что мы видели раньше. Айлейцкие, вемерские, даэдрические, даже не фалмерские. Ничего не подходит. Весьма-весьма интересно. А теперь, хоть я и не уверен, что ваше чутье так же развито, как мое за годы практики, но вы что-нибудь чувствуете? Этот изумительный предмет. Он практически излучает магию. И тем не менее, не похож на что... Прошу. Обращайся к Архимагу только в случае крайней необходимости. Архимаг Арен уже занимается этим вопросом. И надеюсь, мы скоро узнаем ход. Боюсь, я должен вмешаться. Мне срочно нужно поговорить с вашим помощником. Немедленно. Это совершенно недопустимо. Мы тут заняты серьезным исследованием. Да, я не сомневаюсь в его важности. Однако, мое дело не может ждать. Что ж, так безобразно меня не прерывали никогда в жизни. Какая наглость. Думаю, мы продолжим позже, когда нам не будут решать. Немедленно иди за мной. Сейчас же. Правда? Что ж, позволь мне прояснить ситуацию. Я хочу знать, почему в коллегии появилось некое лицо, называющее себя членом Ордена Псиджика. А также, я хочу знать, почему это лицо желает поговорить с тобой. Так что мы сейчас побеседуем с ним и выясним, что именно ему нужно. Вопросы здесь задаю я. А тебе достаточно знать, что Орден Псиджика в преступной организации. Они поставили себя выше закона. Они уже сталкивались с Альдмерским Доминионом. И я не допущу, чтобы то же самое произошло здесь. Ты поговоришь с этим монахом и выяснишь, зачем он пришел. После чего его выставят с территории коллегии. Пожалуйста, не волнуйся. Я не причиню тебе вреда. Приятно с тобой познакомиться лично. Я просто хочу с тобой поговорить. Я дал нам шанс поговорить без свидетелей. Но это ненадолго. Будем кратки. Ситуация здесь в вашей коллегии чрезвычайно важна. А наши предыдущие попытки связаться с тобой провалились. И я думаю, что дело именно в причине наших страхов. Этот предмет Ока Магнуса, как вы привыкли его называть. Его энергия не позволила связаться с тобой через видения, которые мы тебе посылали. Чем дольше он остается здесь, тем опаснее ситуация. Поэтому мне пришлось прийти сюда лично, чтобы сообщить тебе, как с ним поступить. Боюсь, все не так просто. Пойми, Орден Псиджиков обычно не вмешивается в события непосредственно. Многие мои собратья воспримут мое присутствие здесь, как нарушение наших правил. И я уйду, как только мы закончим беседу. Я прекрасно понимаю, что мое прибытие вызвало подозрения. Особенно у Анкана, вашего талморского коллеги. Но все равно мой Орден не будет действовать прямо. Действовать придется тебе. Как ты уже, вероятно, знаешь, этот предмет, Ока, чрезвычайно могуществен. Мир не готов к появлению такой могущественной вещи. Если Ока останется здесь, его используют во зло. Но, увы, многие в Ордене полагают, что неотвратимое уже произошло. Или вот-вот произойдет. Мы считаем, что тебе придется разбираться с последствиями. Но мы не можем предсказать, какими они будут. Я боюсь, что уже нарушил правила своего Ордена. Но все-таки я скажу тебе еще одно. Найди Авгура Данлейнского в вашей коллегии. Возможно, он знает и чувствует больше, чем мы. Когда-то он учился в коллегии. Теперь он... нечто другое. Я... я не знаю. Он где-то в коллегии. Наверняка кто-то из твоих коллег знает, где он. Прости, что я не могу сообщить тебе желаемое. Но этот разговор требует от меня больших усилий. Теперь, боюсь, я должен тебя оставить. Мы будем присматривать за тобой и направлять, как только сможем. Залог успеха внутри тебя. Никогда не забывай этого. Извините, вы хотели что-то сказать? Я... я точно не знаю, что произошло. Является монах из Ордена Псиджиков. Спустя столько лет, а потом вдруг уходит. Надеюсь, мы ничем его не оскорбили. Он только о тебе справлялся, ничего больше. Очень странно. Что, Толфдир опять рассказывал байки? Мне казалось, он уже должен был понять, что это неподходящая тема для разговоров. Прошу тебе, не позволяй ему распространяться на эту тему. Теперь, прости, я не понимаю. Что всё это значит? Простите, боюсь, я не вполне понимаю. Не прикидывайте скромником. Вы просили встречи с неким членом коллегии. Вот он. И чего вы от него хотите? Произошла ошибка. Очевидно, мне тут не место. Я откланяюсь. Что? Что это за шутки? Вы никуда не уйдёте, пока я не выясню, что вы затеяли. Я ничего не затеял. Прошу прощения, если я как-то оскорбил вас. Это мы ещё посмотрим. Это всегда так воодушевляет. Видеть, как молодое поколение рвётся к знаниям. Так, так. Этого имени я уже очень давно не слышал. Боги. Я уже много лет с ним не говорил. Думаю, он по-прежнему внизу, в Мидоне. Но не могу утверждать. Ты пойдёшь к нему? Передавай ему от меня привет. Ладно? Под коллегией. Это не самое приятное место. Так что, если пойдёшь туда, будь начеку. Поехали. Что там? Будешь знать. Пое упорство принесет тебе только разочарование. И все же ты настаиваешь. Ну хорошо, можешь пойти. Да, я тот, кого ты ищешь. Твои усилия отщады. Все уже началось. Но те, кто прислал тебя, не сказали, что они ищут. Не сказали, что ищешь ты. Вот так. И потому ты ищешь меня, хотя еще не знаешь зачем. Как и иные до тебя, ты слепо идешь по пути к своей гибели. Талмарец тоже приходил искать ответы, не зная, что они принесут ему в виду. Твой путь сейчас идет по его следам, но ты опоздаешь. Он зовет себя Анкан. Он ищет знания о Боге, но найдет нечто совсем иное. Ваши пути со временем пересекутся, но сначала ты найдешь то, что тебе нужно. Те, кто помогают тебе, хотят узнать больше об Оке Магнус. Вы хотите избежать катастрофы, которую еще не почувствовали. Чтобы смотреть сквозь око Магнуса и не осветнуть, тебе нужен этот посох. Теперь события быстро приближаются к развязке, так что поспеши, передай это знание своему Архимагу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прошу, обращайся к Архимагу только в случае крайней необходимости. Я... я точно не знаю, что произошло. Является монах из Ордена Псиджиков, спустя столько лет, а потом вдруг уходит. Надеюсь, мы ничем его не оскорбили. Он только о тебе справлялся, ничего больше. Очень странно. Правда? И что же это? Прости, что? Ну, мне бы, конечно, хотелось иметь такой могучий посох, но я не уверен, что кто-то из нас найдет ему практическое применение. А ты откуда знаешь? Правда? И он сказал именно про посох Магнуса? Я... я поражен твоей расторопностью. Конечно, кому-то теперь придется заняться этим вопросом. Именно. Раз уж тебе пришло в голову пойти за советом Кавгуру, я думал, что ты проявишь больше энтузиазма. Посох Магнуса нечто совершенно особенное. Такая древняя вещь. Не знаю даже, случалось ли нам раньше находить предметы такого масштаба. Кажется, про посох недавно говорила Мирабелла. Попробуй спросить у нее. Знаешь, мне нравится, как быстро ты учишься. Ты не просто ученик. Это уже всем очевидно. Молодец. Эта вещица некогда мне очень пригодилась. Надеюсь, она исправно послужит и тебе тоже.